Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «Садник, скачущий впереди», посвященную 120-летию Аркадия Петровича Гайдара, известного советского детского писателя, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Настоящая фамилия писателя – Голиков. Он родился 22 января 1904 года в городе Льгов, Курской области, в семье учителей Петра Исидоровича и Натальи Аркадьевны. Отец участвовал в революционных выступлениях 1905 года и, опасаясь ареста, увез семью в провинциальный город Арзамас. Здесь Аркадий вырос и всегда считал этот город своей родиной, страной своего детства. В семье, кроме Аркадия, было еще трое детей, его младшие сестры. Главным увлечением семьи Голикова было чтение. Книги с детства окружали мальчика. Они стояли в шкафу, в детской на полочке, постоянно лежали на письменном столе. Мать являлась членом правления городской библиотеки, часто приводила сюда детей. Вскоре мальчика определяют в двухклассную частную школу. А в 1912 году он поступает в реальное училище, где Аркадий участвует в сценических представлениях, выпускает классный журнал, увлекается сочинением стихов и, конечно, много читает. За свое необузданное воображение, азартность и общительность Аркадий стал лидером среди мальчишек и был избран председателем ученического комитета. В Первую мировую войну отца забрали на фронт. И Аркадий, тогда еще мальчишка, пытался сбежать на войну. Попытка не удалась, его задержали и вернули домой. Зато революция 1917 года стала для Голикова второй школой. Он был всецело поглощен общественной жизнью города и стал ярым защитником нового строя. В 14 лет Аркадий Голиков вступает в армию. Позже был отправлен на командные курсы, а далее на курсы командиров. В 16 лет он уже командует полком, а в 20 лет из-за ранения в голову уволен в запас. После увольнения из армии Аркадий начинает свою литературную деятельность как журналист. Впервые 7 ноября 1925 года в пермской газете «Звезда» появляется псевдоним Гайдар. Им Аркадий Петрович подписал рассказ о гражданской войне «Угловой дом». Однозначно о происхождении псевдонима Гайдар не писал даже сам автор. Поэтому существует несколько вариантов объяснения происхождения этого литературного имени. Первый вариант относится к периоду, когда Голиков командовал отдельным полком в степях Кахасии у города Минусинск. Жители называли его Гайдар Голиков, что означает «начальник Голиков». По второй версии псевдоним Гайдара может рассматриваться как анаграмма, созданная из букв подлинной фамилии и имени. Г – первая буква настоящей фамилии Голиков. А и краткая – первая и последняя буквы его имени – Аркадий. Д – по-французски, приставка «д» или «д», обозначающая «из». Ар – начальные буквы названия города Арзамаса. Получается Голиков Аркадий из Арзамаса. В апреле 1925 года в Ленинграде публикуется его первый рассказ для детей РВС. Сам Гайдар отмечал «Я пишу главным образом для юношества. Лучший мой читатель – 10-15 лет». В середине 20-х годов Аркадий женится на Лее Лазаревне Соломянской. В 1926 году у них родился сын Тимур. Именно сын стал главным героем одной из самых популярных книг Гайдара. Повесть Тимура и его команда рассказывает о детской игре, которая из обычного развлечения превращается в общественно полезное дело. Подростки тайно от взрослых создают команду, оборудуют штаб, ведут разведку. И все это не ради забавы, а для того, чтобы в нужную минуту прийти на помощь людям. Написанная в 1940 году повесть дала начало массовому детскому движению по всей стране – Тимуровской работе. В 30-х и начале 40-х годов выходят и другие известные произведения Гайдара. «Школа», «Дальние страны», «Военная тайна», «Дым в лесу», «Голубая чашка», «Чук и гек», «Судьба барабанщика». Началась война, и Гайдар, конечно, не смог оставаться в стороне. Он попал на фронт, пусть не как солдат, а как военный корреспондент. В ходе службы писатель попадает в партизанский отряд. Здесь он ведет дневник партизанского отряда и участвует в боевых операциях. 26 октября 1941 года группа из пяти человек отправилась за продовольствием. Недалеко от железнодорожной будки они решили отдохнуть. С отдыха первым поднялся Гайдар, и почти сразу бойцы услышали «Ребята, немцы!» Это спасло остальных бойцов. Но сраженной автоматной очередью писатель упал. Аркадий Гайдар погиб в 37 лет. Это произошло недалеко от города Канев. За свои заслуги Аркадий Гайдар имеет государственные награды. Это орден Отечественной войны первой степени, врученный посмертно, и орден – знак почета, как лауреату премии Ленинского комсомола. Память о писателе живет. Во многих городах есть памятные места, посвященные Аркадию Гайдару. Так, в 1947 году останки Гайдара были перезахоронены в городе Канев. В любимом городе Гайдара Арзамасе есть его памятник. Имя Гайдара было присвоено многим школам, улицам городов и сел. Памятник герою повести Гайдара Майонельчишу Кибальчишу, первый в Москве памятник литературному герою, установлен в 1972 году у городского дворца творчества детей и юношества. Многие произведения Гайдара были экранизированы, такие как «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Судьба барабайщика», «Бамбараж» и многие-многие другие. Книги Аркадия Гайдара являются ценностью непроходящего времени. Это книги о честности и смелости, доброте и человечности, о подвиге и любви, об искренней дружбе и боевом товариществе, которым неплохо бы поучиться и в наше время. Книги Аркадия Гайдара Книги Аркадия Гайдара Книги Аркадия Гайдара Продолжение следует...